Здравствуйте! В эфире программа ДГТУ Ньюс в студии Мария Якушечкина. По традиции, вначале коротко о главных событиях нашего университета. Наш вуз отмечает праздник Великой Победы. Фестиваль национальных культур прошел в Азовском технологическом институте ДГТУ. Университет посетила солистка группы Краски Оксана Ковалевская. Каждый год ДГТУ проводит массу мероприятий ко Дню Великой Победы. На праздничном митинге побывала Алена Такий. В Донском государственном техническом университете по традиции состоялся праздничный митинг, посвященный 67-й годовщине Великой Победы. Поздравить ветеранов пришли студенты, преподаватели, сотрудники, представители студенческих отрядов университета, учащиеся колледжа и лицея ДГТУ, офицеры и курсанты Ростовского юридического института МВД России, а также почетные гости. Сегодня вот на этой прекрасной площади, под мирным, ясным, солнечным небом, мы в очередной раз собрались здесь с тем, чтобы от имени ректора Бесрена Чеховича Мецхи, от всего 23-тысячного коллектива нашего университета поздравить наших ветеранов, наших фронтовиков, тружеников тыла, самым великим, самым любимым праздником нашего народа – Днем Победы. Сегодня весь наш народ придет к могилам павших воинов, принесет цветы, постоит, помолчит у вечного огня и еще раз скажет вам огромное спасибо за это мирное солнечное небо. Победа – это не сейминутный подвиг, не сейминутное достижение, болевое решение. Победа готовилась к течение поколений. В период после Октябрьской революции и до периода предвоенного в стране были организованы крупные масштабные мероприятия. Все это в конечном итоге обеспечивало выполнение тех задач, которые стояли перед Красной Армией и советским народом в период борьбы за честь и независимость нашей Родины. С праздником вас, дорогие товарищи! Большим, великим праздником Днем Победы! Кто там сказал вам, пора на покой? Вам на покой уходить еще рано? Эй, молодые, шапки, долой! Здесь ветераны, здесь ветераны. Ветеранам войны наше студенческое, троекратное. Ура! 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 Слова благодарности ветеранам говорили не только студенты, но и воспитанники детских садов ДГТУ. Живите много ветераны, Вам каждым годом 6 дней, Не заживают ваши раны Для настоящих наших дней. Нам многое испытали бы, Откуда черпали мы силы, Давно смешали за всем Служья нам пара с ним могилы. В заключении торжественного митинга ветераны, студенты, сотрудники вуза возложили цветы к памятнику преподавателям, Сотрудникам и студентам университета, Погибшим в годы Великой Отечественной войны. Алена Такий, Юрий Баланда, ДГТУ-ТВ Азовский технологический институт ДГТУ На одной площадке собрал представителей Различных национальностей. Смотрим репортаж с фестиваля «Россия – наш общий дом». В Азовском технологическом институте ДГТУ Прошел фестиваль национальных культур «Россия – наш общий дом». На Дону проживают сотни народов С различными самобытными культурами. А в технологическом институте Обучаются и преподают представители Таких национальностей, как русские, башкиры, Армяне, грузины, туркмены, корейцы и другие. Через национальный костюм, Блюда, народный танец и песни Участники фестиваля постарались Донести до зрителя оригинальное творчество Своего народа. Лучшие номера были отмечены Дипломами и ценными призами. Но главный результат фестиваля Сближение и сплочение народов, Населяющих Дон и Приазоги. Алюна Таки, Юрий Баланда, ДГТУ-ТВ Наш университет поделится опытом создания И функционирования студенческого отряда спасателей Сотнями руководителей образовательных учреждений страны. В последнее время, в связи со значительным сокращением Профессиональных пожарных и спасательных формирований В Российской Федерации, Очень остро стал вопрос о том, Что вопросы пожарной безопасности Необходимо обеспечить добровольными пожарными формированиями. Не случайно в апреле месяце Состоялось заседание Государственной комиссии По этому вопросу. И одно из направлений этих Развития добровольного пожарного движения Это формирование студенческих спасательных отрядов. В связи с этим, Министерство образования Провело конкурс на проведение научно-практического семинара Посвящен именно вопросам формирования И обеспечения деятельности таких формирований В среде образования. Наш университет этот конкурс выиграл И 5-6 июня на нашей базе, Ну, в частности, в нашем спортивно-оздоровительном Студенческом комплексе «Радуга» Будет проводиться научно-практический семинар Посвященный этим вопросам. Почему мы стали победителями этого конкурса? Ну, почти не потому, что у нас Один из первых в стране Среди вузов Был создан сначала Спасательный отряд Потом он стал первым Пожарно-спасательным отрядом В прошлом году был переформирован Реально действующее Поисково-спасательное формирование Которое несет дежурство Включено в боевой состав сил и средств МЧС В Ростовской области И реально не выполняет свои задачи То есть на хорошем счету И поэтому нам выпала честь провести этот семинар Приглашены руководители Образовательных учреждений высшего образования Российской Федерации А также другие специалисты-сотрудники Которые занимаются чисто вопросами комплексной безопасности В том числе пожарной безопасности В образовательных учреждениях Кроме того, мы пригласили для участия в семинаре Сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Как центральный аппарат, так и с южного региона Значит, из Министерства образования Ну и соответственно и представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Краснодарского края и Ростовской области Такой семинар проводится впервые Впервые это первое Второе, движение это новое И сейчас возникает очень много вопросов Которые необходимо разрешить Будет проводиться семинар В нашем спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга» Это связано с тем, что планируется На этом семинаре до не менее 350 человек Из 350 образовательных учреждений высшего образования И наш университет взял на себя Полностью обеспечение как проживания Так и питания участников семинара Ну для нас просто это удобнее и проще организовать в «Радуге» Но тем не менее все занятия по тематике будут проведены Там полностью все уже программа составлена Все отработано И мы полностью представим, презентуем наш отряд Как лучший отряд Российской Федерации Оксана Ковалевская Известная певица 90-х и нулевых Познакомилась с нашим вузом И подарила молодежи незабываемый вечер Исполняя свои самые жаркие хиты 4 мая Донской государственный технический университет Посетила певица, солистка группы «Краски» Оксана Ковалевская На встречу с певицей пришли студенты не только ДГТУ, но и других вузов Ростова-на-Дону Ответив на вопросы студентов и прессы, Оксана приняла участие в фото и автограф сессии А также дала интервью для студенческого зачетного радио и газеты «Плюс Один» А вечером состоялась супердискотека 90-х и нулевых Организованная молодежным объединением «Продвижение Ростов» Певица исполнила самой известной и любимой публикой песни «Продвижение Ростов» Вообще супер, классно, когда были маленькие вообще Это наше детство, наше молодое, ты на крае! Мир, отец, это вообще супер просто! Выступление Оксаны нас просто поразило, мы просто в шоке Мы вспомнили детство, мы очень круто оторвались и отдохнули Яна Гавырзина, Олег Кабаргин, Алена Такий, Яков Кардо, ДГТУ ТВ Почему начал курить? Может от того, что заняться было нечем Как бы в компании затянуло понемногу Просто нечего делать, все курят, а я курю Ну попробовал сначала в детстве, но мне как бы понравилось Я теперь не могу бросить, но очень хочу Жизнь заставил Потому что был молодой, ничего еще не соображал А старшие ребята научили курить Коляска с ребенком стоит и вы курите Ребенка вы торопите, ну и что? Вот и все Любовь, скорее всего, маленький был, молодой Ну если честно, то сдуру Ну что ж, наш выпуск подошел к концу Помните, что ДГТУ Ньюс это новости на любой вкус С вами была Мария Якушечкина До новых встреч, ведь нам всегда есть о чем рассказать Субтитры сделал DimaTorzok